Удивительная история из Колумбии. 17 дней в джунглях. Выжили в авиакатастрофе. Четверо детей, младшему из них 11 месяцев. Как вам такое? Сам президент Колумбии об этом сообщил. Но стоп, дальше новость из удивительной превращается в запутанную. Авиакатастрофа, да, пропали дети, да, в том числе младенец, да, нашли детей? Нет, не нашли. Еще 1 мая поступил сигнал бедствия с борта маленького самолета Cessna 206. Он перевозил между двумя населенными пунктами в тропических лесах семью, маму и четырех детей. 13, 9 лет, 4 года и 11 месяцев. Это очень труднодоступная местность, дорог там нет и на самолетах передвигаться там вполне обыденно. Пилот сообщил о проблемах с двигателем и самолет пропал с радаров. Сразу же стали искать. Под сотню военных, три самолета, собаки назвали операцию «Надежда». А там дожди, непролазные джунгли, деревья по 50 метров в высоту и дикие животные. В итоге через две недели поисков нашли самолет и в нем тела пилотов и матери, а детей нет. Тут друг собака по кличке Улис что-то почуяла. И так нашли сначала недоеденный фрукт, потом детскую бутылочку, ножницы и добрались до шалаша. Самая старшая из детей, 13-летняя девочка, а остальные ее братья, из листьев и веток она соорудила защиту от дождя и скрепила верхушку своими резинками для волос. Вся Колумбия ждет вестей джунглей. И вдруг облегчение. И сразу в твиттере самого президента Густава Петро. После сложных тщательных поисков, проведенных нашими военными, мы нашли живыми четырех детей, которые пропали без вести после авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для всей страны. Но рано радовались. Военные ответили, что ничего такого, никого мы не нашли, президент Колумбии тихонечко удалил свой твит. Но волну возмущения было уже не остановить. Британцы Daily Mail вообще вышли под таким заголовком «Президент Колумбии обвиняется» в создании ложной надежды. Вот так же с самолета, кстати, в рупор кричала детям и бабушка на местном языке. Потому что семья это представители южноамериканского индейского племени Уитото. Дети не очень-то понимают по-испански. Главная мысль ее послания была такой «Остановитесь, стойте на месте, мы вас ищем». Вечер 18 мая 2023 года. Детей ищут уже 18 дней.